Сегодня утром во время завтрака, когда я услышала эту новость, я так невольно подумала, не 1 апреля сегодня. Но выяснилось, что нет, что совершенно другой день. В общем, на самом деле, такая достаточно смешная весть, потому что, а, что самое главное, на мой взгляд, что несмотря на то, что мы знаем, что есть у нас такая практика, и либо сами режиссеры, либо их дети, так сказать, имеют сети ресторанов, там и прочее, может быть, вот это покоя не дает нашим знаменитым, так сказать, братьям, Люмьер Михалкову и Кончаловскому. Бесконечно уважаю этих людей, но понятное дело, что господина Кончаловского, супруга, занимается, так сказать, всем вот этим приготовлением пищи, и делает это замечательно, но она делает это на основе итальянских продуктов, это все очень вкусно, оригинально, необычно. Речь идет, вроде бы как, то есть сказали о том, что продукты будут замещены на наши, так сказать, российские. Все это здорово, друзья, но первое, самое главное, вот все-таки я считаю, что коль скоро ты режиссер, и твоя профессия режиссер, то будь добр, лучше снимай кино, а вот этими всеми, так сказать, продуктами, ресторанами и кафе, так сказать, занимаются профессионалы, пусть. У меня есть подозрение, что все-таки, так сказать, есть, за их спинами стоят люди, так сказать, которые хотят присесть, видимо, так сказать, на брендовые фамилии и там и прочее, вот, но это как бы, так сказать, на их совести. Вот, и второе, мне кажется, что будет грустно потерять, так сказать, уже известные наши, так сказать, брендовые, так сказать, какие-то кафе, маленькие ресторанчики, к которым мы привыкли, продукции, которых мы любим, мы с удовольствием туда ходим, у нас есть свои какие-то уже пристрастия, нам это нравится. И, насколько я поняла, речь шла о том, чтобы все вот это закрыть, убрать. Насколько я поняла, речь шла уже о том, чтобы все вот это, то, что мы уже знаем, к чему мы привыкли и любим, что все это закрыть, убрать и сделать вот такие вот дешевые. То есть, речь шла о том, чтобы там, так сказать, какой-то комплексный обед стоил, стоимость, как бы, включал от 250 до 350 рублей, чтобы это были минимальные какие-то, так сказать, вот эти расценки. Друзья, давайте подумаем, давайте разделим, да, либо мы минимально, как бы, платим, либо мы вкусно кушаем, потому что, зная, так сказать, нашу страну и то, как работают у нас обычно, так сказать, люди в пищеблоках, вот, все равно начнется какие-то, так сказать, уловки, тебе будут либо давать, скажем так, некачественную пищу, вот, либо, так сказать, давать такие порции, которыми ты вот за эти деньги наедаться не будешь. То есть, ну, какие-то вот такие вот будут вещи происходить, которые, как говорится, начнутся хорошо, а закончатся, так сказать, как всегда, скажем так. Вот, поэтому, честно говоря, ну, мне не хотелось бы, чтобы, так сказать, это было поддержано. Давайте лучше то, что существует уже сегодня, как-то вот там, может быть, переоценим какие-то, да, сделаем переоценку, пройдемся там рейдами каких-то проверок, вот, и, так сказать, переоценим, может быть, какие-то, так сказать, продукты, там, наборы какие-то, какие-то блюда, вот, потому что, ну, у нас есть, люди уже выбрали какие-то достаточно хорошие, у меня есть какие-то свои тоже представители, пристрастия есть какие-то кафешечки, которые я люблю, и в которые я хожу, и сеть этих кафе, которые находятся по всей Москве, не будут делать рекламу, вот, но я это люблю, я не хочу это терять. А что касается ценовой политики, то, опять-таки, у нас есть кафе, в которых можно хорошо и дешево покушать, есть такие блюда, и можно выбрать, есть, с чего выбирать. Поэтому, кстати, тот же Макдональдс, но не самый худший, у нас, кстати, там продукция внутри, я как бы знаю, тот же человек, который иной раз питается на ходу, я знаю, что в том же Макдональдсе тоже можно что-то найти, такое и вкусненькое, и недорогое, и какой-то салатик или что-то, вот, который, так сказать, будет вкусный, ценный и полезный, и Макдональдс это отслеживает. И, опять-таки, те кафе, которые работают серьезно и давно, у них такая, так сказать, политика, они отслеживают, они держатся на плаву, потому что там жесткий контроль есть за тем, как готовится пища, как идет обслуживание и т.д. и т.п. Вот поэтому, мне кажется, нет надобности изобретать велосипед.